Учебный год в самом разгаре. У нас в студии программы «Интересно» есть возможность поговорить с одним из лучших учителей страны. С вами Артём Жулёв, ну а пообщаемся мы с финалистом конкурса «Учитель года России-2023» учителем русского языка Яной Степановой. Яна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый, наверное, самый наболевший вопрос – нужно ли сегодня детям домашнее задание? И вообще, насколько это актуально? Домашнее задание – хорошо это или плохо? Ну, начнём с того, что всё-таки первостепенная задача школы – научить. Поэтому в течение урока мы, конечно, даём максимум материала. Но без домашнего задания совсем, наверное, придётся трудно. Ребёнок должен повторить – раз. Глубже войти в предмет – два. Ну и в-третьих, это возможность для творчества. Ведь часто мы даём творческие задания. Нарисуй, как ты видишь, героя. Попробуй изобразить его в нейросети. Попробуй составить синквейн. Сделай какой-то план. Это тоже мотивирует ребёнка на то, чтобы выйти первым, поднять руку и показать классу. Ах, как я могу интересно подойти к тому или иному заданию. Поэтому совсем от домашнего задания отказываться нельзя. Но и превращать домашнее задание в переписывание текстов, в просто пересказ каких-то источников тоже нельзя. Это должны быть интересные вопросы. Это должны быть какие-то проблемы, которые наталкивают ребёнка на какие-то мысли. Возможно, это обсуждение с родителями. Ведь часто мы встречаем в учебниках. Обсуди со своими родителями, как ты думаешь. Это тоже типовые задания, которые позволяют наобладать и межличностное общение между одноклассниками, родителями и так далее. То есть домашнее задание – это не только, в общем-то, закрепление материала, пройденного в школе, но и, в общем-то… Выход за рамки какой-то. Да, да. Вы знаете, у меня, наверное, ни у одного сердца кровью обливается, когда видишь этих первоклассников с портфелями больше, чем они сами. Скажите, насколько актуально, опять же, носить вот эти вот огромные учебники, тяжёлые младшеклассникам в том числе, когда можно взять планшет? Почему нет? Ну, на самом деле, в современном мире общественность разделилась на два, наверное, равных лагеря. Тех, кто хочет обучаться на основе печатного издания, листать страницы, чувствовать запах книги. Помните, как и чувствовали раньше мы все. И есть продвинутые родители, которые настаивают на том, что у ребёнка должен быть планшет, в котором, собственно, будут электронные учебники, электронные материалы дополнительные. Ну, одно дело – покупать учебники каждый год, а тут раз вкупил на один… Школа обеспечивает полностью учебниками. Единственное, некоторые преподаватели могут настаивать на том, чтобы покупать рабочие тетради к этим учебникам, но именно библиотека обеспечивает каждого учащегося учебниками на каждый год. Вот, включая новые, обновлённые, которые приходят у нас после введения разных стандартов. Ну, тут ясно, в общем-то, с этим понятно. Пока что у нас учебники бумажные. Пока бумажные, да. Вот, а, собственно, о чём-то новом. Расскажите, как заинтересовать, может быть, современными, с помощью каких-то технологий, да, ребёнка и мотивировать учиться? Ну, это такой тоже вопрос глубокий достаточно. И, наверное, каждый педсовет начинается с того, как же замотивировать ребёнка. Ну, как я отвечаю на этот вопрос? Прежде всего, перед самой собой. Если замотивирован учитель, будет замотивирован и ребёнок. Что мы делаем в современном мире для того, чтобы как-то разукрасить их реальность, назовём это так? Ну, во-первых, мы работаем на разных интерактивных платформах. Это и создание тестов, это и квесты, это и видео с остановкой, это... Это должен делать сам учитель, или это уже готово? Есть на просторах интернета разные задания, но я всё-таки предпочитаю разрабатывать свои. У меня свой сайт, где ребята тоже могут поработать. У меня есть собственные разработки, включая интерактивные задания по русскому, по литературе. То есть то же самое домашнее задание, возвращаясь к этому, да? Не обязательно. Почему? Мы в процессе урока обращаемся к ним. Это и хороший способ для накопляемости оценок, потому что такие упражнения занимают 2-3 минутки, но у ребёнка появляется мотивация выйти, потому что всё красочно, всё красиво, и он может продемонстрировать лучшие свои особенности. Это раз. То есть отработан на интерактивных платформах. Ну, а во-вторых, нужно глубоко знать свой предмет, чтобы находить те какие-то интересные вопросы, которые могут зацепить, скажем так, современного подростка. Ведь современный подросток у всех на виду, но всё-таки скрывается под маской аватара. И для того, чтобы выудить его личностную какую-то потребность, нужно знать своего ученика, нужно следить за тем, что ему интересно, и потом какой-то, знаете, такой ноткой добавлять свои уроки, и тогда ему будет интересно, тогда они будут подходить после урока, спорить, может быть, доказывать свою точку зрения. Но главное – интересоваться. А вот на практике можете привести какой-нибудь пример, как вы, допустим, ведёте свой урок? Интерактивный, естественно. Интерактивный урок? Ну, давайте возьмём, например, тему по русскому языку, какая у нас тут ближайшая была. Ну, например, 1 и 2 «Н» в причастиях. С чего я начинаю? С того, что мы смотрим, как и в советской школе, почему здесь одна, почему здесь две. Находим какие-то общие точки соприкосновения, выводим правила. А дальше я перехожу на интерактивный ресурс, и мы выполняем много заданий практических, которые позволяют ученику понять алгоритм этого правила. На дом я задаю либо ссылку, по которой они могут пройти, в общем-то, этот тест с другой стороны, какой-то посмотреть на него, либо это будет образовательный квест, ну и, конечно, упражнение небольшое, но нужное для того, чтобы закрепить материал. Расскажите, в чём разница сегодняшнего образования от советского, что вот прям совсем новое и другое? Вы знаете, всё новое – это хорошо забытое старое. Я тоже училась в советской школе. Единственное, на что нас наталкивает время, ребёнок должен находить всё сам, уметь приспособиться к быстро меняющимся условиям. Поэтому, наверное, просто обучение идёт побыстрее. Если раньше мы могли долго закреплять одно и то же правило, то сейчас мы предлагаем детям самостоятельно найти выход. Мы этакие спутники их в обучении первостепенно, не лидеры, которые ведут за собой толпу и показывают правильные решения. Мы предлагаем им пути решения. А он уже выбирает свой, и мы уже здесь подсказываем – правильно, неправильно. Поэтому, наверное, быстрота в первую очередь. Ну и всё-таки возвращаясь к теме «Учителя года 2023», расскажите, вообще тяжело ли попасть туда и пройти в финал? Очень тяжело. Но я недавно была на открытии семинара для молодых коллег, и я им говорила следующее – вдохновляйте и вдохновляйтесь. Участвуйте в профессиональных конкурсах. Это перезагрузка, это волна, это счастье на самом деле. Вот школа – это по любви, и конкурсы – это по любви. Ведь конкурсы – это не состязание, это прежде всего люди. Мне очень повезло. Я встретилась с прекрасными людьми из разных уголков России. Для того, чтобы попасть на всероссийский этап конкурса, мы участвовали сначала в городском этапе, где мы одержали победу, потом в муниципальном. И я с большой благодарностью отношусь и к профсоюзу, и к Министерству просвещения, и ко всем причастным, потому что попасть на такого уровня мероприятия – это многого стоит. Это опыт, который я обязательно буду транслировать и для своих коллег. Вот о опыте. Расскажите, что вы там главное для себя вынесли? Может быть, это несколько вещей? Главное. Главное – нужно быть самим собой. На самом деле, посмотрев на то, как мои коллеги дают уроки, дают мастер-классы, я поняла, главное – быть самим собой. Ведь в каждом из нас есть та изюминка, которая привлекает наших учеников и учителей в целом. Вы знаете, я не стала победителем этого конкурса. Победителем стал Олег Янковский, представитель МИДа. Но хотелось бы продекларировать стихотворение. Евгений Травин, один из участников конкурса в 2000 году, написал такое стихотворение. «Я получил 16-е место. Конец страданиям, конец игре. Наверное, кто-то сейчас скажет, что нечестно. Наверное, в глубине обидно мне. Такими не бывают поражения. Пускай в 15-е окажется другой. Я выиграл главное сражение. Я одержал победу над собой». Так вот, все те конкурсанты, которые были, они одержали победу над собой. Ведь мы выступали перед большим жюри. Нам показали… А кто в жюри был, кстати? Победители разных лет. Председатель вообще жюри – это Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ. Были люди, которые проходили этот путь вместе с нами. Сейчас это ректоры, это люди, которые занимают разные должности в управлении и в образовании в целом. Они с любовью, я бы так сказала, относились ко всем конкурсантам. И было приятно слушать их по хвалу. Вы учитель русского языка. Это мы уже обсудили. Все-таки наверняка вам не так просто слышать, допустим, ошибки в ударениях или в тексте. Или, например, очень популярная, к сожалению, но неправильная постановка слова. Вот «люди нова», «люди нове». Вот расскажите, как реагировать учителю на это? И может быть, как-то исправлять, чтобы не обидеть ребенка? – Главное не реагировать резко. У всех у нас семьи. И все мы, прогуливаясь по городу, слышим, как говорят «по приезду» вместо «по приезде». Иногда и «евойный» вместо «его». Не нужно набрасываться на человека с кулаками и бить в грудь, объясняя правила русского языка. Нужно делать, во-первых, это тактично и интеллигентно. Я тоже не могу знать всего. И наверняка совершаю ошибки в каких-то других предметах. Нужно, во-первых, спокойно к этому относиться. И с улыбкой. Обязательно с улыбкой справлять. Ведь без чувства юмора, без смеха любое исправление ошибки кажется оскорблением. А когда ты по-доброму относишься к ребенку, к члену своей семьи, к любому человеку и по-доброму исправляешь его ошибку, никаких обид души это не оставляет. – Елена, и заключительный вопрос. Есть ли какие-нибудь ученики, которые добились в вашем предмете каких-то больших высот, может быть, в тех же самых баллах ЕГЭ? – Конечно. У меня ежегодно достаточно высокие баллы прохождения ЕГЭ. Но моя особенная гордость, что многие мои ученики учатся на филологическом факультете. И сейчас многие из них являются моими студентами. Они приходят в мои классы и преподают мой предмет. И мне всегда радостно видеть, что они мелькают и в журналах, и в соцсетях, и также на телеэкранах. Это здорово, когда ты видишь, как они растут, и растет вместе с ними твой уровень гордости. Назовем это так. – Елена, спасибо вам большое. Спасибо за ваш неоценимый труд. Спасибо. – Спасибо. – Это была программа «Интересно». Нам всегда есть о чем поговорить. До свидания. Спасибо.